Здравствуйте. Наш Томск находится, я, к сожалению, карту не привел в своей презентации, он находится в центре евроазиатского континента, поэтому найти его не представляет особого труда. Томский политехнический университет – это старейший технический вуз Сибири, который был образован в 1896 году, и в настоящий момент это один из крупнейших технических вузов в Сибири, да и не только Сибири, а и России в том числе. По рейтингу Томский политехнический занимает где-то третье место среди технических вузов России на сегодняшний день и является весьма передовым университетом. С точки зрения атомной промышленности, в Томском политехническом в настоящее время работает физико-технический институт, который является базовым центром для подготовки специалистов для Росатома, но практически в Томском политехническом готовятся специалисты для всей атомной отрасли. Конечно, атомная промышленность, поскольку она является наиболее едной поемкой областью, предъявляет особые требования к профессиональной подготовке этих специалистов. Ну и, конечно, наиболее эффективно эту задачу может решать только специализированные высшие учебные заведения, которые специально предназначены и которые работают специально на эту отрасль. В Средмаши была создана уникальная система подготовки специалистов физико-техническое образование. Она имеет ряд существенных отличий от классического инженерного образования. Но эти отличия, они приведены на слайде, я их читать не буду, но самое главное, что они серьезно отличаются от общетехнического образования и требуют специальной подготовки не только преподавателей, но и лабораторного оборудования, которое используется для этих целей. В настоящее время специалистов для Росатома готовят Национальный ядерный университет МИФИ, который, естественно, имеет серьезный приоритет по отношению ко всем вузам, и еще 13 вузов системы Министерства образования и науки Российской Федерации, где имеются физико-технические факультеты и кафедры, готовящие специалистов для ядерной отрасли. Система физико-технического образования дает выпускникам навыки инженера-исследователя, способного ставить задачи, анализировать предыдущие достижения и находить решения и внедрить полученные результаты. Дело в том, что эта подготовка близка к исследователю, то есть к инженеру-исследователю. А самая главная особенность физико-технического образования в России – это то, что наши выпускники безопасно эксплуатируют сложные ядерные технологии и физические установки. Это является ключевым вопросом в подготовке специалистов для ядерной отрасли. Для этого необходима особая культура безопасности, которая присутствует при образовании и присутствует на каждом ядерном предприятии. Томский политехнический университет, тогда еще он был институтом, с 50-го года, обеспечивает подготовку кадров как звено системы Средьмаша и в дальнейшем, в настоящее время, Росатома. При этом подготовка ведется для всего комплекса ядерных предприятий. От получения и переработки рудных концентратов, обогащения урана, изготовления твэлов и изделий, изделяющихся материалов, а также эксплуатации блоков АЭС, транспортных ядерных, энергетических установок, переработки облученного ядерного топлива и до утилизации ядерных отходов. То есть практически все специалисты, которые могут быть использованы в ядерной промышленности, они готовятся в Томском политехническом университете. В ТПУ для предприятия ядерной энергетики и промышленности подготовку специалистов ведут в настоящий момент 4 института. Это энергетический институт, который включает специальности по атомным электрическим станциям, тепловым электрическим станциям и косно-реактору строения. Институт природных ресурсов, который готовит специалистов по урановой геологии. Институт кибернетики, который обеспечивает специалистами по информационной безопасности автоматизированных систем. И физико-технический институт, который готовит по достаточно большому ряду специальностей. В настоящее время ведется подготовка как инженеров по этим специальностям. И сейчас в связи с баллонским процессом переход, Томский политехнический осуществил, можно сказать, первым в стране переход на двухуровневую систему. Это произошло в прошлом году. С 1 сентября мы уже готовим бакалору и магистров. И только специальности, которые остались специалистами по постановлению правительства, готовят инженеров. Но тем не менее инженеры, вернее студенты, которые поступали два года назад, они готовятся по программе подготовки инженеров. И еще 4 года, они будут, через 4 года они выйдут инженерами. Таким образом, на сегодняшний день физико-технический институт также готовит бакалавров по направлению ядерной физики и технологии физики. И магистров по многим специальностям направления физика. И в настоящий момент готовятся программы и готовятся курсы для магистратур по направлению ядерной физики и технологии. То есть сейчас идет переходный процесс, связанный с Баланским соглашением. И не все, конечно, протекает гладко. Есть определенное непонимание со стороны администрации университета, что ядерные специалисты должны готовиться по специальным программам. То есть здесь, ну это уже как бы локальные такие моменты. Но тем не менее они достаточно серьезно мешают подготовке. И в данный момент пересматривается практически полностью программа подготовки ядерных специалистов в связи с переходом на двухуровневую систему. И мы используем этот переход для того, чтобы модернизировать учебные программы, модернизировать весь учебный процесс. И использовать новые технологии, которые мы в настоящий момент имеем возможность использовать. Потому что в связи с тем, что Томский политехнический стал национальным исследовательским университетом, он имеет возможность обновлять оборудование. На сегодняшний день оборудование, которое используется для обучения студентов в Томском физико-техническом институте, обновлено полностью, и самые, как бы сказать, старые лабораторные работы, они сделаны три года тому назад. Поэтому физико-технический институт имеет новейшее оборудование, которое связано с обучением студентов. И это является его отличительной особенностью. Физико-технический институт был организован в 2010 году на базе физико-технического и естественно-научного факультетов, а также в него вошел научно-исследовательский институт ядерной физики. Сегодня в физико-технический институт входит 11 кафедр. Кафедр более 10 научных лабораторий бывшего неядерной физики. Исследовательский ядерный реактор, инновационный образовательный центр ядерной технологии и нераспространения ядерных материалов, который был создан с помощью, частично я добавлю, с помощью американской стороны и МАГАТЭ. Также входит научно-образовательная лаборатория по конструированию электроники и автоматики физических установок. Эта лаборатория вообще новейшая. Она была запущена в этом году, в апреле месяце. И она включает в себя полный цикл проектирования и изготовления электронных устройств. Здесь и разработка, монтаж, наладка и укропненная сборка всех. Здесь тоже применено самое новейшее оборудование. И эта лаборатория включает в себя 4 учебно-производственных комплекса, которые позволяют готовить бакалавров, которых мы будем выпускать, по рабочим профессиям, чтобы человек, который приходил в атомную отрасль, он был не только подготовлен основным фундаментальным законом физики и математики, но также, поскольку он будет эксплуатировать сложнейшее оборудование в атомной отрасли, он будет иметь техническую подготовку в рамках рабочих профессий по ядерным тематикам. Уникальность системы подготовки специалистов в физико-техническом институте ТБУ это то, что, во-первых, все преподаватели, которые участвуют в учебном процессе, они являются исследователями, они проводят научную работу по ядерным тематикам. Эта политика, она определяющая в Томском политехническом университете и особенно на физико-техническом институте. Эти научные исследования проводятся на предприятиях сибирского региона атомной отрасли и являются, конечно, серьезной школой для преподавателей и, соответственно, качество подготовки студентов именно для атомной отрасли в этом случае значительно выше. Кроме того, все студенты выполняют обязательную научно-институтскую работу, они участвуют в тех же работах с предприятиями по атомной отрасли, которую ведут преподаватели нашего института. Также студенты выполняют учебные научные работы с использованием новейшего оборудования, о котором я уже говорил. Это оборудование располагается в инновационном центре и в лабораториях кафедр и бывшего института ядерной физики, а также на исследовательском ядерном реакторе, где все студенты проходят лабораторные работы и выполняют научные исследования. Кроме того, компьютерные технологии наши студенты начинают с первого курса использовать и, конечно, дипломирование и представление дипломной работы это тоже с использованием компьютерных технологий. Но также то, что наши студенты проходят производственную преддипломную практику на ведущих предприятиях и атомных электростанциях Росатома имеет также определяющее значение. Мы находимся в прямых договорных отношениях с этими предприятиями и каждый год отправляем студентов на эти предприятия, несмотря на то, что они находятся от Владивостока до Санкт-Петербурга. Несмотря на это, мы находим средства, чтобы эти студенты побывали на этих предприятиях и прошли месячную, двухмесячную практику производственную преддипломную на реальных предприятиях, на реальных рабочих местах и получили навыки работы на реальных предприятиях. Самое важное, что они там получают, это, конечно, культура безопасности атомной отрасли. Предприятия Сибирского регионного госкорпорации Росатома активно участвуют в совершенствовании образовательного процесса. Это, в первую очередь, Сибирский химический комбинат, на базе которого созданы учебные лаборатории и филиалы кафедр физико-технического института, которые позволяют проводить лабораторные работы студентами на реальном оборудовании этого комбината. Это, в первую очередь, на сублиматном заводе, в заводе разделения изотопов и на опытно-физическом производстве. И это, конечно, пример новых образовательных структур, которые позволяют студентам приблизиться еще к реальному производству атомной отрасли и стать высококлассными специалистами, которые приходят на эти предприятия и сразу могут включаться в профессиональную деятельность. Кроме того, в настоящий момент в нашем институте по договорам о целевой подготовке специалистов для предприятий госкорпорации Росатома обучается до 12% от всего контингента студентов. Это значит, что студенты уже знают, куда они пойдут, куда они перед этим едут на практику, и предприятия, в первую очередь, которые они изучают, технологии изучают и оборудование, которое работает на этих предприятиях. Кроме того, физико-технический институт активно готовит кадры высшей квалификации как для собственных целей, так и для предприятий Росатома. У нас действуют три диссертационных совета по защите докторских диссертаций, и за последние пять лет защищено 11 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Следует отметить, что часть кандидатских диссертаций и докторских защищена сотрудниками предприятий Росатома, которые активно участвуют во взаимодействии с нашим университетом. Кроме того, в настоящий момент большой проблемой является... Сергей Николаевич, прошу прощения. Нет, не то, что много, но вот эта дискуссия, она очень интересна для русских, прежде всего, специалистов. То есть у вас связи предприятий, средние школы. Господинpто, как иностранным специалистам, I'd ask him to make an emphasis on the education of foreign specialists. You see, the specific point of Tomsk Политехники University is to educate people for role in fuel cycle enterprises. From the very beginning, from the mining to fuel fabrication and waste management. So a lot of experience. So I found two weeks ago, when I visited Vietnam, Я думаю, что витнаминские люди очень интересны в геологии университетов университетов университета. Поэтому университет политехнического университета – один из хороших примеров для кооперация. Хорошо. Чуть-чуть по иностранству. Единственное, я скажу пару слов. Подтверждением эффективности работы института является то, что на каждого нашего специалиста в среднем по две заявки от предприятия «Росатома». И мы этих специалистов распределяем 100%. Мы успешно сотрудничаем с Хиросимским, Парижским и Пражским университетами. Подготовка по специальности безопасности и нераспространения ядерных материалов осуществляется при технической поддержке департамента энергетики США и ядерного инспектората в Швеции. У нас действует международная научно-исследовательская лаборатория «ФАТОН», партнеры Японии и Германии в настоящий момент, в рамках которой создан центр корпоративной подготовки по физике ускорителей и медицинской физики. В целом, Томский политехнический университет готовит много специалистов для зарубежья. И в этом смысле у нас создана целая инфраструктура. У нас есть институт языковой коммуникации, который позволяет производить подготовку по языку для студентов, которые приходят из-за рубежа. Это позволяет в течение года примерно подготовить студентов таким образом, чтобы они получали подготовку на русском языке. Кроме этого, сейчас в структуру нашего физико-технического института входит специальная кафедра иностранного языка, которая также позволяет в значительной степени облегчить подготовку иностранных специалистов, предоставить в случае необходимости квалифицированных переводчиков, владеющих технической тематикой нашего института, и позволяет проводить подготовку студентов по русскому языку. Кроме этого, у нас имеется достаточно большой контингент профессорского преподавательского состава, который владеет в достаточной степени английским языком для подготовки студентов на английском языке. То есть мы можем предложить три варианта подготовки иностранных специалистов. Первый вариант – это с предварительной подготовкой на русском языке. Второй вариант – это с синхронным переводом при необходимости при подготовке. И третий вариант – это подготовка полностью на английском языке квалифицированными профессорами и преподавателями, которые ведут в настоящий момент эти предметы студентов. Кроме этого, можно сказать, что у нас есть комфортабельное общежитие, которое построено специально для иностранных студентов. И я бы сказал, что в Томске к иностранцам относятся очень корректно. И с точки зрения безопасности город Томск – это, я бы сказал, один из лучших городов Российской Федерации. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.